Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из Египта. Египет отменил ПЦР-тесты для привитых туристов. Россияне, привитые спутником ВИС, могут въехать в страну с сертификатом. Власти Египта отменили требования отрицательных ПЦР-тестов при въезде в страну для туристов, которые прошли полный курс вакцинации, заявило Министерство здравоохранения и народонаселения Арабской Республики Египта. Данное послабление касается и российских граждан, которые прошли полный курс вакцинации препаратом «Спутник ВИС» за 14 дней до въезда в Египет. Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта. Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины. Вакцины сейчас видите на экране, либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Джонсон-Джонсон. Сертификаты должны содержать QR-коды и печать официального органа. Никакие исправления и помарки не допускаются, говорится в сообщении ведомства. Тем не менее, Минздрав сразу оговорился, что отмена ПЦР-теста для привитых туристов не распространяется на страны, где фиксируется высокий уровень распространения новых штаммов коронавируса. К ним относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьямна, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и еще ряд стран Латинской Америки. Граждане, въезжающие из этих стран, должны сделать молекулярный экспресс-тест на коронавирус в аэропорту даже при наличии сертификата о вакцине. В случае положительного результата пассажир изолируется и сдает полноценный ПЦР-тест. Если последний также окажется положительным, то в соответствии с медицинскими протоколами Минздрава Египта пассажир помещается в ковидный госпиталь. В настоящий момент в Египте ежедневно фиксируется около 500 новых случаев коронавируса. В стране идет активная кампания по вакцинированию населения, причем приоритет дается госслужащим и сотрудникам туристической отрасли в курортных районах. В настоящее время вакцинированы все сотрудники отелей в Шарм-эль-Шейхи и Хургат. На сегодня у нас все, оставайтесь с нами и следите за новостями.